Нынешний выпуск подвещен знаку Минсмейстеров на золотых монетах в период управления Николая II. Знак Минсмейстера, за редким исключением, присутствует в гуртовой надписи на монетах всех четырех номиналов. Здравствуйте, дорогие мои! Это я, Сергей Юрьевич, из Аметкина Минсмата. Нынешний выпуск подвещен знаку Минсмейстеров на золотых монетах в период управления Николая II. Дорогие мои, вашему вниманию предлагают цикл программ, посвященных золотым монетам регулярного чекана времени правления последнего императора России. Они подготовлены при участии автора каталога справочника «Золотые монеты в период управления Николая II» Виталия Юрьевича Сидорова с целью помочь разобраться в имеющемся многообразии золотых монет, датированных периодом царствования последнего императора. Сегодня мы подробно поговорим о знаках Минсмейстера. Знак Минсмейстера, за редким исключением, присутствует в гуртовой надписи на монетах всех четырех номиналов регулярного чекана. 5 рублей, 7, 50, 10 рублей и 13 рублей. Существует лишь несколько редких вариантов 5-рублевых монет с гладким гуртом и, соответственно, отсутствием знак Минсмейстера. Они имеют каталогные номера 4972, 4982, 4993 и 4092. Мы не будем подробно на них останавливаться, отметим лишь, что причина отсутствия гуртовой надписи на указанных монетах достоверно неизвестна. Не исключен субъективный фактор. При изготовлении монет процедура гурчения кружков была просто пропущена, а брак своевременно не выявлен. Знак Минсмейстера на монетах соответствует первым буквам имени и фамилии Минсмейстера, управляющую серебряным и золотым монетными переделами Санкт-Петербургского монетного двора в соответствующий год. Таким образом, вполне очевидно, что четкое соответствие знака Минсмейстера монетного двора в году Чеканки является одним из критериев подлинности монеты. К примеру, в 1902 году Минсмейстером монетного двора был Александр Григорьевич Редько, Минсмейстерский знак АР. Следовательно, на монетах этого года должен быть именно этот знак, а не какие-либо другие знаки. Если вы обнаружили знаки ФЗ, АГ или ЭБ, то можно смело ставить вопрос о подлинности экземпляра. Вместе с тем отметим, что в этом правиле существует исключение. Монета 10 рублей 1904 года с портретом «Малая голова» и знаком Минсмейстера АГ. Знак АГ не соответствует 1904 году, поскольку Минсмейстером в 1904 году был Редько. Более подробно мы поговорим об этой монете в одном из следующих выпусков. А сейчас рассмотрим знаки Минсмейстера на монетах в хронологическом порядке. Знак АГ Аполлон Градзгов, Аполлон Людович Градзгов, горный инженер в третьем поколении. Его предки – выходцы из Санцонии. Его дед и отец служили на Урале. Аполлон Людович, окончив институт корпуса горных инженеров, впоследствии горный институт в Санкт-Петербурге, практикантом пришел на работу на Санкт-Петербургский монетный двор. В 1868 году получил назначение помощником, управляющего химической частью. А в 1869 году – помощником, управляющего механической частью. В 1878 году назначен управляющим медным переделом монетного двора. Минсмейстерский знак АГ появился на серебряных и золотых монетах в 1883 году, когда Аполлон Грозгов получил назначение исполняющим обязанности, управляющего серебряным и золотым монетными переделами. А с 1886 года он уже управляющий серебряным и золотым монетными переделами в чине действительного статского советника. Проработал в этой должности вплоть до 1899 года. Таким образом, знак АГ мы увидим на золотых монетах регулярного чекана Николая II с 1897 по 1899 годы. Знак АГ – Эликум Бабаянц. Эликум Иванович Бабаянц в 1894 году окончил курс Горного института в Санкт-Петербурге, получив назначение на Санкт-Петербургский монетный двор в качестве младшего помощника, управляющего серебряным переделом. Небольшой период 1899 года и в 1906-1913 годах он возглавлял серебряный и золотой монетные переделы, а с 1913 года по 1916 год работал помощником начальника Санкт-Петербургского монетного двора. А с 1916 года его возглавлял. В 1911 году под руководством Эликума Ивановича Бабаянца была осуществлена первая попытка чеканки в Российской империи регулярной монеты из никеля. Изготовленные пробные монеты считаются нумизматической редкостью. Знак Минсмейстера Э.Б. мы увидим на золотых монетах регулярного чекана Николая II 1899 года, а также с 1906 по 1911 год. В наших выпусках мы уже затрагивали вопросы советской чеканки золотых монет царского образца в период с 1923 по 1926 год. В рамках начатого цикла мы не раз будем обращаться к этому вопросу. В рамках сегодняшнего же материала пока только отметим, что на некоторых вариантах этих монет также присутствует знак Минсмейстера Э.Б. Однако следует отметить и тот факт, что геометрия букв знака на гурте 5-рублевых монет советской чеканки отличается от аналогов царской чеканки 1899, 1906, 1911 годов. Знак ФЗ. Феликс Залеман. Феликс Давидович, в некоторых источниках Давыдович Залеман, окончил курс Горного института в Санкт-Петербурге в 1877 году, после окончания определен на Санкт-Петербургский монетный двор помощником управляющего механической частью. С 1894 года назначен старшим помощником, а в 1897 году был командирован в город Гамбург для ознакомления с процессом электролитического разделения серебра и золота по методу Волвилля, внедренном в дальнейшем на монетном дворе в 1910 году. В 1899 году назначен управляющим золотым и монетным серебряными переделами с чином штатский советник и пребывал на этой должности до марта 1901 года. В 1896 году награжден французским правительством, кавалерским крестом Ордена Почетного Легиона. Знак Минсмейстера ФЗ мы увидим на золотых монетах регулярного чекана Николая II с 1899 года по 1901 годы. Знак АЭР Александр Редько Александр Григорьевич Редько окончил курс Горного института в Санкт-Петербурге в 1881 году и тогда же определен на Санкт-Петербургский монетный двор. С 1901 по 1905 годы управлял золотым и серебряным монетными переделами. В 1905 году получил назначение на должность управляющего монетным двором. В годы его руководства началась масштабная комплексная техническая реконструкция завода, значительно улучшившая состояние производства и социально-бытовые условия работы. В том числе с 1908 года в цехах медного передела были установлены паровые котлы, трубопроводы, электростанция, подогреватели электролитической лаборатории Афинажа по методу Волвиля. Лаборатория принята в эксплуатацию в апреле 1910 года. Подал в отставку в 1911 году после трагического случая взрыва газа, повлекшего гибель нескольких рабочих. Рейтика — автор книги «Материалы для истории Санкт-Петербургского монетного двора», в которой он опубликовал ряд интересных сведений о состоянии производства и условиях работы в период его руководства заводом. Знак Минсмейстера А.Р. мы увидим на золотых монетах регулярного чекана Николая II с 1901 по 1904 годы. Возвращаясь к периоду советской чеканки золотых монет царского образца, отметим, что знаки Минсмейстера А.Г. и А.Р. на 10-рублевых монетах советской чеканки отличаются от вариантов царского образца. На монетах советской чеканки встречается знак А.Г. у нумизматов, получивший название «Виселец». Характерен он для 10-рублевых монет с 1898 по 1899 годы и 1904 годы. Знак А.Р. флажок. Характерен для 10-рублевых монет с 1901, 1902 и 1904 годов. На сегодня эта вся информация. Напоминаем, что проект «Заметки нумизмата» является одним из официальных партнеров по распространению каталога. Его можно приобрести в нашем магазине «Заметки нумизмата». По желанию покупателя экземпляра может быть подписан автором. Подписывайтесь на наш канал, регистрируйтесь на портале и в магазине. Приобретайте справочник. Это был Сергей Юрьевич. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...